Винодельня Зельбах-Остер Добрый день, Барбара. Не могли бы вы представить российским зрителям вашу винодельню и ваше вино? Да, конечно. Я сделаю это с удовольствием. Спасибо за проявленный интерес. Меня зовут Барбара Зельбах. Мы приехали сюда из Мозеля. Мозель – один из регионов Германии, производящих вино. Мы находимся в юго-восточной части Германии. Мозель очень хорошо известен, потому что здесь выращиваются вино. Это выращиваются виноградные лозы более двух тысячелетий. Это начали делать еще римляне в нашем регионе, и они довели производство вина до совершенства. Зельбах-Остер – это наша винодельня, собственный семейный бизнес. Основной сорт, с которым мы работаем – это рислинг. Мы выращиваем его на 24 гектарах на крутых склонах Мозеля. Регион Мозель получил свое название от реки Мозель, а виноградники находятся рядом, на его берегах. Большинство наших виноградников произрастают на голубых дивонских сланцевых породах. Более 500 миллионов лет назад все было покрыто голубым дивонским океаном. И то, что осталось – это глинистые сланцы. На этой сланцевой почве, созданной слоями океана, мы выращиваем свои лозы. Можем ли мы попробовать это изумительное вино? Ну, конечно же. Мы начнем с самого главного сорта для нас – рислинга. Он играет важную роль для виноделия Германии, так как он составляет около 60% от всех посадок. Затем идут другие белые сорта винограда, но мы также производим немного красного вина. Это мой любимый сорт винограда. Да. Как хорош. Очень элегантный. Обратите внимание на цвет. Его не так просто добиться для этого сорта. Мы производим сухой рислинг, а также полусухой и сладкий. Таким образом, у нас представлен весь ассортимент. Мы производим то, что нам дает природа. Это сухой рислинг-кабинет. Кабинет означает, что вино сделано из урожая раннего сбора. Поэтому это очень легкое, деликатное, элегантное и хрустящее вино. Очень типичное для нашего региона. Наша философия – производить вино элегантное, с долгим послевкусием, доставляющее удовольствие вашим вкусовым рецепторам, но при этом с низким содержанием уровня алкоголя. Как правило, сухой рислинг из мозеля не содержит более 13% спирта. Мы всегда стремимся к легким и элегантным винам. И это особенность винопроизводства нашей территории. Очень приятный, элегантный, с хорошей кислотностью, с изумительным ароматом. Легкий. Я думаю, он совершенен для лета. Он прекрасно подходит для летнего времени, великолепно сочетается с едой, с многочисленными блюдами, но наиболее хорош – с копченым мясом, копченой колбасой, с рыбой, с салатом из семги, кусочками белого мяса. Существует великое множество гастрономических пар, которые вы можете сочетать с этим вином. Но также чудесно будет отдыхать с ним на террасе и наслаждаться непосредственно им. Это же так просто. Я уже наслаждаюсь. Желаете ли вы попробовать красное вино? Да, мне очень любопытно, потому что наиболее известные немецкие вина во всем мире – это Рислинг и Гвердстраминер. Какие здесь сорта винограда? Это пенонуар. Мы называем его Шпетбургундер в Германии. И это главный красный сорт винограда в Мозеле. Производство его не такое большое по сравнению с белыми винами. Мы решили производить именно этот сорт, потому что считаем, что климат в Мозеле идеален для выращивания этого сорта. Шпетбургундер отлично себя проявляет на голубых дивонских сланцах, где мы растим наши лозы. Шпетбургундер нуждается в прохладном климате, который актуален как раз у нас в Мозеле. Конечно, у нас жаркое лето, но в целом у нас прохладный климат, дающий долгий период для созревания винограда. И Рислинг, и Шпетбургундер нуждаются в долгом периоде возревания. Именно поэтому данные сорта как нельзя лучше проявляют себя в нашем регионе. Можем ли мы найти это вино в России? Шпетбургундер пока нет. Вы можете купить в России Рислинг. Да, наши белые вина. У нас сложились долгие теплые отношения с нашим импортером в Москве, и мы рады сотрудничать с этой компанией.